Своим уходом в Царство Пресвятой Троицы Матерь Божья свидетельствует нам о том, что нет смерти в этом мире. Это знают и чувствуют православные христиане во множестве, приходящие в храмы на торжество Успения Пресвятой Богородицы. Во всех церквях Челябинской епархии прошли богослужения, посвященные этому двенадесятому празднику – Дню Праведной Кончины Царицы Небесной. В Свято-Симеоновском кафедральном соборе торжественную службу возглавил митрополит Челябинский Златоустовский Никодим. Многие историки сходятся во мнении, что Дева Мария прожила на земле 72 года. Исполняя просьбу Спасителя, о ней заботился апостол Иоанн Богослов. Как и апостолы, Богородица неустанно проповедовала Евангелие, исцеляла людей, заботилась о новообращенных христианах. Убеждать других в истинности пути ко Христу она могла и без всяких слов. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы все понять. Ее мудрость, кротость и верность своему Сыну и Богу во все времена будут служить для нас примером праведной жизни. Смирение, покорность и волю Божией, мне кажется, это самое главное, с чего нужно брать пример. Потому что именно этого не хватает в основном в современной жизни, в современной обществе. Спокойно принимать все со смирением, не ругаться ни на кого, не повышать голос. Успение Пресвятой Богородицы является одним из главных богородичных праздников в Церкви. Согласно преданию, в этот день апостолы чудесным образом собрались из мест, где они проповедовали, чтобы проститься с Пресвятой Богородицей и похоронить ее предчистое телом. После погребения выяснилось, что тело Пресвятой Девы исчезло. Господь избавил его от тления и вознес на небеса. И успение Божией Матери – это не праздник смерти, а это день празднования торжества прославления Пресвятой Богородицы. Ибо своей жизнью и своим отхождением к Сыну Своему в Царство Пресвятой Троицы Матерь Божия свидетельствует нам о том, что нет смерти в этом мире. Сразу после богослужения митрополит Никодим прочитал особую молитву Пресвятой Богородицы и вместе со священнослужителями пропел Пречистой Деве величание. Редактор субтитров А.Семкин